Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Наш канал для тех, кто любит шить классную одежду. Сегодня мы шьем мужскую футболку по готовой выкройке с сайта Шкатулка. Работать по этой выкройке нам понравилось. Подошла она на 100%. Единственную корректировку, которую пришлось сделать, это укоротили изделие на 2 см снизу. Изделие простое, шьется быстро, но очень востребовано в повседневном гардеробе. Честно говоря, шить я не хотела. Решила сэкономить время и купить сыну готовые футболки в магазине. Не тут-то было. Подобрать в магазине мы так ничего и не смогли. То нас не устраивало качество ткани, то качество пошива, то посадка, то длина. В общем, пришлось шить. В результате родился этот мастер-класс. Вот что у вас получится в итоге. Давайте рассмотрим эту футболку подробнее и ближе. Футболку сшили из кулирки с лайкрой. Качество пенье. Растяжимость ткани около 10%. Горловину обработали рябаной. У нее растяжимость около 30%. Для большего комфорта плечевые швы обработали киперной лентой. И шов втачивания обтачки в горловину по спинке тоже обработали киперной лентой. Это и выглядит интереснее и более комфортно в носке. Вам понравилось? Давайте шить. Мы приобрели эту выкройку на сайте «Шкатулка». Скачали файл на свой компьютер. И для того, чтобы проверить наш принтер, сначала скачали первую страницу с тестовым квадратом. Далее необходимо промерить квадрат по горизонтали и по вертикали. И убедиться, что размеры напечатанного квадрата совпадают с заявленными. Когда печатаете, проверьте, чтобы в настройках принтера стоял пользовательский масштаб 100%. Все в порядке. Квадрат соответствует заявленному, значит печатаем все остальные страницы. На каждой странице вы увидите нумерацию и метки совмещения. Для того, чтобы удобнее было склеивать листы выкройки, нужно по правому краю каждого листа соединить метки совмещения вертикальной линии и вот эту полосочку отрезать. После того, как полоску отрезали, на левые метки совмещения листа номер 2 мы накладываем обрезанную сторону листа номер 1, совмещаем метки и смотрим, чтобы контур деталей выкройки у вас совпал. Склеиваем малярным скотчем. Итак, собираем все листы. Для того, чтобы вы не ошиблись при сборке, на первой странице есть схема в уменьшенном виде. Здесь вы видите, как должны быть расположены детали. Это схема, а это готовая выкройка, которая у нас получилась. Когда склеили все листы, выкройку нужно промерить, скорректировать, потом можно вырезать и кроить изделие. Для проверки этой выкройки вам будут необходимы следующие размеры. Обхват груди. Его мы будем промерять под проймами на задней детали, на передней детали. Обхват талии или обхват живота, у кого что в наличии. Его мы будем промерять по середине детали. Далее, длина изделия от седьмого шейного позвонка по вертикали. И нам необходим обхват бедер на уровне длины изделия. Его мы будем промерять вот здесь, внизу изделия. Обхват плеча или обхват руки верхней. Его мы будем промерять на рукаве. И также мерка длина рукава, она промеряется вот здесь и корректируется рукав по длине при необходимости. Эти выкройки предназначены конкретно этой футболке, предназначены для растяжимой ткани. Здесь практически отсутствует свобода облегания на различных уровнях. Мы скачали 46 размер. Половина выкройки должна у нас равняться 46 см. Ширина спинки под проймами 23,5 см. Ширина полочки под проймами 22,5 см. Общая ширина 46 см. Как видите, свобода облегания отсутствует. Шить мы решили из вот такой вот кулирки с лайкрой. Эта ткань с растяжимостью 10%, то есть 10 см ткани без деформации спокойно растягивается до длины 11 см. У нее есть растяжимость и по горизонтали, и по вертикали небольшая. Для отделки горловины мы используем рибану. Какие корректировки мы еще вносили в эту выкройку? Мы уменьшили длину изделия на 2 см, то есть мы не будем делать припуски на подгибку низа. Значит, оно у нас укоротится на 2-2,5 см. Длину рукава и ширину рукава оставили без изменений. Все подготовительные работы сделаны, можно приступать к раскрою. Какие особенности раскрою в данном случае? Ткань у нас с принтом, поэтому мы будем кроить, соблюдая направление. Спинка со сгибом, полочка со сгибом и два рукава. Для того, чтобы раскроить поэкономнее, мы будем делать это поэтапно. На камеру все сразу не поместится, поэтому сейчас кроим спинку. По шаблону размечаем припуски 1 см. Как я уже сказала, внизу выкройку мы укорачиваем, поэтому припуск на подгибку низа делать не будем. И вырезаем деталь спинки. Раскраили детали из основной ткани. Полочка со сгибом, вырез горловины глубже. Спинка со сгибом, вырез горловины более мелкий. Две детали рукава. Когда кроите рукав, не забывайте, что нужно переносить высшую точку оката, ставить рассечку и ставить рассечку по передней части рукава. Та часть, которую мы будем совмещать с полочкой. Для расчета размера обтачки горловины из растяжимой ткани, нам необходимо промерить горловину спинки сантиметровой лентой, поставленной на ребро, и горловину полочки сантиметровой лентой, поставленной на ребро. Полочка у нас получилась 13,7, спинка 9,5 сантиметров. Мы эти цифры складываем, делим на 4, умножаем на 3. Это и будет длина нашей обтачки со сгибом. После всех расчетов, длина обтачки со сгибом у нас составила 17,4 сантиметра. Значит, складываем ребану вдвое. От сгиба откладываем 17,4 плюс 0,5 на припуске 18 сантиметров. Ширина обтачки в готовом виде 2 сантиметра. Значит, мы откладываем двойную ширину обтачки плюс 2 припуска по сантиметру. Итого 6 сантиметров. Чертим обтачку, краим ее и теперь будем собирать изделие. Детали спинки и полочки сложили лицо к лицу, уравняли плечевые срезы. У проем они будут на одном уровне, у горловины, обратите внимание, срез полочки выходит за срез спинки. Надо следить, чтобы пересекалось именно то место, где будет проложен шов. В этом случае горловина получится плавной и ровной. Стачивать детали можно двумя способами. Либо на швейной машине и обметать оверлоком, либо сразу под оверлок. Мы будем стачивать на оверлоке. Скалываем второй плечевой срез. Для того, чтобы оверлок не сбил основное изделие, мы положили кусочек, прошили. И теперь начало строчки у нас будет ровное. Плечевые швы мы закроем киперной лентой. Начинаем притачивать киперную ленту со стороны полочки. От горловины отступаем сантиметр. Закрываем оверлочную строчку и настрачиваем на 0,1-0,2 вот по этой стороне. Ставим закрепку, обрезаем нитки и то же самое делаем со вторым плечом. Настрачили одной строчкой киперную ленту. Теперь приутюживаем плечевые швы на спинку и прокладываем строчку по этой стороне. Настрачиваем вторую сторону киперной ленты от среза на 0,1-0,2. Обтачку горловину приутюжили вдоль пополам. Теперь необходимо стачать в кольцо. Высекаем углы. Раскладываем шов. И делим обтачку горловины на 4 части. Теперь необходимо также разделить на 4 части горловину. От плечевого шва примерно на сантиметр отступаем на спинку с левой стороны. Ставим булавку. Теперь, соединяя срезы, делим на 2 части. Соединяем булавки. И делим уже на 4 части. Обтачку горловины, где у нас шов, соединяем с булавкой. От плечевого шва мы отступали 1 сантиметр. И соединяем остальные метки. Для удобства можно поставить промежуточные булавки. Начинаем втачивать обтачку горловины со стороны спинки, ткань немного натягивая. Обтачку горловины втачали. Со стороны спинки этот шов мы закроем киперной лентой. При помощи утюга киперной ленте мы придали изогнутую форму. От плечевого шва на сторону полочки отступили сантиметр. Поставили булавку. С этого места мы будем притачивать киперную ленту. Одну сторону подгибаем. Закрываем шов оверлока и настрачиваем на 0,1-0,2. Вот что у нас получилось. Теперь приутюживаем киперную ленту на спинку и будем настрачивать с этой стороны. Припуски заутюжили на спинку. Посередине можно заколоть булавку. И будем настрачивать вторую сторону. Вот что у нас получилось с изнанки. Вот что получилось с лица. Нитки подобрали в цвет, поэтому они практически не видны. Так все красиво и комфортно. Соединяем рукав с проймой. Рассечка на окате. Соединяем ее с плечевым швом. Рассечка на сторону полочки. Соединяем срезы. Закалываем. И будем втачивать на оверлоке. Тачали на оверлоке рукава. Приутюжили низ рукава. Соединяем шов притачивания рукава. Сам рукав и боковые срезы. И будем стачивать на оверлоке одной строчкой. Рукав и боковой срез стачали. Проверяем качество. Все швы совпали. И теперь остается отстрочить низ рукавов и низ изделия на распушивальной машине. Если у вас нет распушивальной машине, можно это сделать при помощи двух игольных игол. Или подобрать плоскую строчку из ассортимента вашей машины. На распушивальной машине будем отстрачивать низ изделия и рукава. Две иглы. Иглы мы заправили серыми нитками, петлитель белыми. Изделие готово. Вот такая красота у нас получилась. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на нас в соцсетях. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник. С вами был Швейный Советник.